Всем привет, уважаемые зрители! Особенно тем, кто соскучился по теме воды, в общем-то я тоже, и решил выбраться на Большесарайское водохранилище, в общем, в бассейн реки Кача. Сегодня будет много интересного смотреть, потому что, по крайней мере, по Большесарайскому достаточно неожиданные результаты у нас сегодня. В общем, погнали. Идем вдоль канала, и кто помнит, где-то здесь был, ну, подобие водопада. В общем, что я могу вам сейчас показать? Уровень продолжает повышаться, Большесарайское водохранилище. Водопад был где-то здесь, он теперь под водой. Это, я так понимаю, чуть ли не единственное в Крыму водохранилище, которое продолжает стабильно, значит, пополняться. Вот, смотрите. Ну, конечно, есть негативный эффект здесь, связанный с тем, что берега были покрыты мусором, все это всплыло. Это, конечно, ну, я считаю, целиком и полностью вина тех, кто здесь отдыхает и не убирает за собой, потому что, ну, невозможно все это убирать вот постоянно. Проще не мусорить. Вот, ну, смотрите. Но воды очень много стало. Сейчас мы пройдем по плотине, или не знаю, есть ли смысл идти по плотине, наверное, мы запустим сразу дрон, полетим к этому водосбросу и посмотрим по линейке, по фудштоку, какой уровень сегодня. Видим, что выполнена очистка поверхности плотины, которая расположена со стороны водохранилища от грунта, от наносов. Ну, мы идем к водосбросу. Давайте засечем вот ПК 0780 и потом посмотрим, какой пикет будет, когда мы дойдем до места. ПК 0700, то есть пройдено 80 метров. Хочу вам показать, здесь дорога уходит, тут уже образовалась дорога, просто это как бы дно водохранилища, но за время засухи образовалась дорога, сейчас она опять ушла под воду. Пройдено 100 метров. Продолжаем идти. Сотый пикет, то есть прошли мы 680 метров, нам еще 100 метров остается до нулевого. Я думаю, отсюда можно взлететь и показать вам с высоты водохранилища. Так, смотрите, вода, где табличка стоит, сейчас мы подлетим поближе, там написано находиться на сооружение, опасно, запрещено, там находится водосброс. Сейчас поближе подлетим, вот она табличка. Вот, опасно для жизни. Теперь давайте посмотрим фудшток, на котором на момент нашего прошлого обзора, это было 5 месяцев назад. Там была цифра 5. Теперь там... Так, где он, где он? Вот он. Цифра 11. То есть получается 6 метров прибавилось, то есть 6 дециметров за 5 месяцев. Это вот с учетом того, что был засушливый период летом. То есть это весьма-весьма неплохо. Вот здесь происходит подача воды на орошение, сейчас здесь перекрыты задвижки, затворы. Тут все-таки затворы стоят. Вот. Но я так понимаю, летом подавалась вода. То есть мы, как с вами видели, подачу. Ее, видно, иногда запускают, поливают. Тут виноградники, сады. Вот это все поливается дело. То есть не постоянно она подается. И сейчас вот видим, водохранилище продолжает наполняться. Вот под водой видим дорогу. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Собственно летим смотреть так вот сооружение затворами внутри вот пожалуйста форсированный подпорный уровень нормальный подпорный уровень то есть до нпу не так уж и много осталось давайте как-то так повернемся вот чтобы видели нпу 150 и 50 и красным и наш такой красный вот нпу типа вот здесь ну что теперь полетели то есть поехали смотреть дальше по ходу движения реки кача то есть мы едем против течения вверх по течению и посмотрим гидросооружение номер 4 следующим пунктом нашей программы вот собственно затвор через который вода попадает канал кача бахчисарайское водохранилище здесь оба затвора открыты в прошли наши визиты насколько я так помню смутно был открыт один из двух сейчас мы обойдем посмотрим как же там сама река собственно поживает такой вот пандус для спуска техники я так понял для очистки спускается техника и чистит канал при необходимости вот этот вода это то что не попадает бахчисарайское водохранилище то что идет до устья реки кача на данный момент вот видим закрыт затвор но частично просачивается вода здесь но так по максимуму вода направлена в канал бахчисарайское водохранилище ну что теперь перемещаемся ближе к загорскому водохранилище посмотрим собственно то место где вода поступает реку кача поступает в канал на бахчисарайское водохранилище и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Как уважаемые зрители, вот оно, Загорское водохранилище Тут еще недавно лежал снег, видно сегодня растаял А в горах впереди снег все еще лежит Давайте посмотрим водосброс Вот, кстати, это донный водосброс, башенный водосброс, вот здесь он выходит Это то, что сейчас идет в русло качи Вот это вода Есть еще водосброс переливного типа Мы сейчас посмотрим, сколько там за него не хватает Но Загорское водохранилище мы видим, что вполне себе неплохо наполнено А с учетом того, что продолжаются осадки Это весьма такие перспективы хорошие у него Природа вокруг красивая Особенно сейчас, когда ожидается еще, кстати, снега на неделе И похолодание Вот, ну до водосброса еще далеко До переливного Вот, ну до водосброса еще раз Внизу мы видим это русло реки Кача Собственно, какой действительно объем водохранилища я попытаюсь найти И, может, эту информацию прикреплю где-то Если не забуду Если забуду, в комментарии напишу Вот такие вот горы здесь Ну а теперь, после того, как мы все это посмотрели Мне стало интересно, а как же поживает устья реки Кача И сейчас мы отправимся в село Орловка И посмотрим, как выглядит русло реки Кача сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Здесь гарантированно нормально было Тут наверно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, уже темнеет, солнце садится. И мы все-таки взлетим, посмотрим. Сегодня устье Качи выглядит таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Посмотрели мы, в общем-то, водоемы, бассейна реки Качи, состояние самой реки. Вот, по аэросъемке было видно, что с прошлого нашего обзора устье сместилось вправо, было оно влево, вот туда уходило. Тогда еще тут стояли всякие там, как это называется, навесы пляжные, их чуть не посмывало. Вот, сейчас все вправо ушло. Выглядит сейчас Кача. Таким образом, ну, вы видели на четвертом гидроузле, на четвертом гидросооружении, как, сколько воды идет, собственно, в русло Качи. Что основная вода идет в Пыкчисарайское водохранилище. На этом у нас на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.